Делегация Ингушетии во главе с президентом республики находилась в Иордании несколько дней, в течение которых по результатам встреч с членами правительства и Сената Иордании был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и партнерских связях между субъектом Российской Федерации и Иорданским королевством по многим направлениям. Президент Ингушетии Мурат Зязиков в рамках официального визита в Иорданию встретился с президентом торговой палаты господином Муратом. На этой встрече президент торговой палаты отметил много общих положений, по которым имеют перспективы сотрудничество предприятий Иордании и Ингушетии в сфере развития туризма, предприятий малого бизнеса и через это сотрудничество сохранение исторических и архитектурных памятников и ряда других направлений экономики. В своем выступлении президент Ингушетии отметил, что для меня большая честь находиться в вашей стране, и Иордания в наших сердцах занимает особое место, и не только потому, что представители Юга России, многие народы Северного Кавказа долгие-долгие годы проживают здесь верой и правдой, служа своему Отечеству. Я еще раз хочу подчеркнуть ту огромную роль в плане консолидации, в плане диалога цивилизации, которую осуществляет король Иордания Абдалла II. Торговая палата Иордании известна в деловом мире. Я с вами совершенно согласен, что частный сектор развивает, укрепляет экономику государства, открывает новые рабочие места. Отсюда и появляется инвестиционная привлекательность. Затем Мурат Зязиков рассказал о динамично развивающейся экономике республики, ответил на многие вопросы предпринимателей, представителей делового мира, бизнес-элиты. Работа предстоит на долговременной основе. В нашей стране, и особенно в Ингушетии, с огромным удовольствием наблюдали за встречей кудьбы президента Российской Федерации Владимира Иордании Абдаллы. Президент России много раз не просто говорит, а нацеливает на работу в региональных мировых 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 мировых. Республика Ингушетия сегодня в инвестиционном плане привлекательна. Ингушетия, в том числе инвестиционная привлекательна, в том числе инвестиционная привлекательна. Есть показатели, которые говорят об экономическом росте. Ингушетия, в том числе инвестиционное продажа, Wirtschaft platform 1951 и Howling, Агум仕ет particular продажа. в любое вам удобное время приехать в республику и совместно мы можем поработать. Сегодня для нас очень важно, чтобы именно... Встреча вызвала большой интерес представителей торговой палаты. Была предоставлена полная информация о социально-экономическом и культурном развитии республики. Мурат Зязиков предложил для иорданских предпринимателей ряд инвестиционных проектов на территории Ингушетии. После официальной встречи президент торговой палаты Иордания Хайдар Мурат в своем интервью отметил. Продолжение следует... 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 Иордания на сегодняшний день является островком стабильности, безопасности и страной с благоприятным инвестиционным климатом. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами будет только развиваться. И с нашей стороны мы также попросили господина президента прислать к нам в Иорданию экономическую делегацию для более детального обсуждения возможных направлений развития сотрудничества между нашими двумя странами. И хотелось бы также отметить, что у нас есть соглашение о свободной двусторонней безналоговой торговле с Европой, с европейскими государствами и Соединенными Штатами Америки. Хотелось бы подписать такое же соглашение с вашей стороны. Спасибо большое. Очень рада вас приветствовать еще раз. В ходе поездки...